Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы продолжим все-таки высаживать капусту. Обычно капусту высаживаем вечером, чтобы она за ночь успела адаптироваться, естественно, и чтобы уже утречком была бодренькая такая, хорошая. Капуста высаживается на расстоянии порядка от 50 до 70 сантиметров. Позднеспелая или среднеспелая выращивается на более широкое расстояние. Это у меня среднеспелая капуста, поэтому я высаживаю на расстоянии порядка 50 сантиметров 60. Я ее высаживаю в шахматном порядке. Вот такая капусточка вместе с вами сеяла я ее. Вот такая она выросла. Сегодня ей 40 дней. И вот с такими вот хорошими листочками. Как мы приготовляем лунки? Почва для капусты должна быть обязательно удобрена, потому что капуста очень прожорливая вообще культура. Чтобы у нас очень хорошо развился качан, чтобы она была, как говорят, расти пузаста, не голенаста, так при высадке капусты говорят. Поэтому, во-первых, при посадке земля должна быть влажной, плодородной и обязательно должна быть снабжена питательными веществами. Луночку делаем широкую обязательно и заглубляем. Когда вы высаживаете, ни в коем случае не обрываете сразу листики. Вот каждый листик, даже если он будет пожелтевший, пока он совсем не засохнет, пожалуйста, его не удаляйте. Это у вас, ну, если не 10, то 5% урожая вашего и вашего качества, вашей капусты, это обязательно. Семидольные можете оторвать. Они здесь уже функцию свою уже выполнили. Вот сейчас покажу я вам, какая хорошая корневая система у капусты. Ее уже пора высаживать. Видите, уже дошли корешочки. То есть в индивидуальных стаканчиках мне больше нравится выращивать капусту. Чем мы снабжаем луночку? Луночку мы заправляем перегноем или компостом обязательно. Сыпем вот такую горсточку золы, потому что капуста, это как для обеззараживания. Также у капусты очень часто бывает заболевание такое, типа называется это кила. Это когда на корнях и вот на самой кочерыжке такие как бы наросты. Вот чтобы не было этих наростов и чтобы избежать заболеваний капусты, мы обязательно сыпем золу. Вообще капуста очень любит золу и для обеззараживания от грибковых заболеваний. Это во-первых. Во-вторых, капуста очень любит известковые земли. То есть для раскисления, если вы не раскислили, почва у вас кислая, она вообще любит нейтральную почву. Или ближе даже к щелочной, до 7,5 pH. Я применяю еще вот такую вот известь пушонка. И вообще помню еще, будучи еще ребенком, когда высаживала капусту моя мама, она обязательно... У нас побелка осуществлялась в домах известью. Ну, в деревнях. Поэтому она обязательно разводила известь и поливала капусту вот этой известковой водой при высадке. Это тоже обеззараживание капусты, чтобы она не болела киллой. Ну и так, приступим. Это скорлупа от яиц. Это не то, что думаете, что это для кальция. Кальций от этой скорлупы не усваивается. А это от того, чтобы, если личинки какой-нибудь совки или еще каких-то гусениц, чтобы они свои от слизней очень хорошо помогают. Вот это я также горсточку использую и сыплю в лунку. Ставим капусточку. На лейку я посыпала вот этой извести пушонки 2 столовых ложки на 10 литров. И вот этой известковой водичкой я поливаю. Очень хорошо мы заливаем. Вот прямо, чтобы так вот кашица была. Пока она впитывается, мы посадим вторую штучку. Чем моложе капуста, когда у нее сильно большие лопухи, она очень сложно переживает пересадку. Прямо в кашицу, в грязь. Многие просто вначале заливают, а потом уже высаживают. Мне больше нравится вот такой способ. И прямо засыпаем под самые листики. Сейчас она немножко впитается. Вот у нас уже, пока грядка была готова, уже уплотнилась. Вообще дальнейшее ухаживание за капустой осуществляется. Первые три дня вот так вот по контуру, по кольцу капусту поливаете. Потому что ей первое время обязательно нужна влага. Ну а потом уже поливаете дня через четыре. А через две недели начинается первая подкормка. Еще такой секретик. Вот сейчас выглянуло солнышко, было вроде бы пасмурно. Я применяю вот такие ящики из-под овощей. Просто накрываешь, оно и притеняет, и дышит капусточка очень хорошо. Поэтому я вот такие ящички применяю. Все равно. Или если нет у вас таких ящичков, обязательно подукровной материал какой-то. Потому что она может обгореть. И ее уже приживание будет очень, адаптирование ее будет очень слабым. Ну вот, все, что я знаю, я вам рассказала. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.